всем привет и подкаст юб дизайн сегодня выпуск номер 62 и 21 декабря 2015 года время 10 минут 11 по челябинску всем привет мы сегодня долго собирались сегодня впервые пытаемся может быть в первый в последний раз на самом деле писать через перископ поэтому вспоминайте как это было уже в записи будете смотреть и слушать мы для вас несколько громких тем подготовили и первое из них будет пичпи против ноу джейс наконец-то выясним победители в этом соревновании русском надзор блокирует мы сын трекер блокирует русском надзор да и google лучше относится к речь теперь с сайтом чем http погнали погнали а знаешь к чему еще google хорошо относится к нашему хвостин нашему любимому хостингу которого мы вставляем джингл ювеб дизайн и хостинг провайдер smart tape точка ру объявляются в местную акцию спешите заказать себе безлимитный хостинг и получить 50 процентов скидку на первые полгода зарегистрироваться нужно по ссылке в описании в личном кабинете в разделе товар услуги в подразделе безлимитный хостинг нужно нажать на кнопку заказать в поле промокод вести ювеб дизайн 50 процентов 6 м анлим и указать какой-нибудь период оплаты и давай перейдем к темам непосредственно первое звучит так она на search engine watch точка ком я даже не знал что есть такой сайт так 12 хороших плохих и злых веб дизайн тренды 2016 года вау на самом деле good bad and ugly называется плохой хороший отвратительный противный но я прощу я даже когда я говорю просто как в том переводе в котором мы привыкли это знать я кстати фильм не смотрел ну это какой-то выстрел 50-х годов а да я думаю чуть ли не одна из серий джеймса бонда так еще так на год некий крис лайк нам пишет статью о том что я вот сидел как-то думал в 2014 году создал типа список дизайн трендов потом я подумал блин какое-то говно вот этот ежегодный список это такая сбитая тема но вот к 2016 году опять решил сделать такой список потому что почему бы и нет несколько инновационных вещей появилась на его взгляд и вот он решил как-то да он считает что здесь здесь еще и не просто типа чем мы можем ожидать а просто хорошие тренды которые он бы хотел чтобы как бы развились плохие которые он бы хотел чтобы ушли и агии которые прям вообще то есть ну не делайте так пожалуйста так так вот и он надеюсь что дизайнеры к нему прислушиваются и вообще круто он еще здесь пишите по ну все возьмите какой-нибудь напиток там обнимите подушку и читаете то что я вам тут написал первое первый тренд так скажем так гомогенизация веб-дизайн это весь веб-дизайн становится такой довольно таки однородный и он имеет ввиду о том что он кстати нам кидает ссылку на статью дрибилизация дизайна который мы обсуждали неделю назад смотрите выпуск номер 61 и слушайте уважаемые слушатели так вот и он пишет что на самом деле все сайты которые выигрывают там супер награды типа а w w w words а есть такая так скажем награда награда да они все типа беспонтовые потому что они не инновационные то есть сайт of the day ни хрена не значит что реально инновационная просто он супер подходит под все тренды и очень выверенно соответствует всему тому что все привыкли видеть на дряпу то есть вот и на самом деле может быть стандартизация на его взгляд это и неплохо но иногда типа все перегибают палку и здесь он приводит твит тима кейнса наши зрители видят слушатели представьте себе что тут так скажем грид из 16 сайтов одинаковых практически и там у них такой заблюренный какой-то темный фон и прям ну заголовок по центру и какая-нибудь кнопка call to action то есть не все представили у всех такой был даже у нас такой был в свое время первый первый экран и типа все выглядит одинаково и как-то таскул скучно и хреново и то же самое как в b2b на сервисах типа все выглядит очень похоже их реклама это просто сайт из трех таких колонок составляется типа мы там быстрые надежные крутые там это и так далее и в самих битвы приложениях тоже там есть какой-то сайт бар есть какие-то темки темплейта но что касается битвы я не считаю что это уж очень плохо потому что просто но пользователи прин привыкли как бы в таком enterprise мире что все выглядит довольно таки одинаково их интересует непосредственно сам функционал а не то как это выглядит но вот он предпочитает думать что нужно как-то изобретать некоторые новые вещи так вот и здесь же он прикладывает твит на криса лейк это свой на свой свой то есть прикладывает да свой прикладывает так вот и он выкладывает типа все автомобили в белом цвете в профиль то есть тут еще абсолютно разные тренджеров до лэнд крузеров и каенов и типа что на самом деле они все выглядит просто практически идентично но здесь на самом деле таки бланковые автомобили я бы это сказал такие белые мне интересно это из-за того что вот сейчас такое время или когда-нибудь в пятидесятых такие же все машины не отличие были все черные как ford такие были и громоздкие здоровые ну да если я правильно прямо какие письма представить до поквали были на как у мафии во второй там они более округлые были в первые они прям сундуки такие а во второй же ближе к пятидесятого не таки более округлые были ну да а всегда была некая стандартизация если мы вспомним конец 60-х chevrolet impala такие длинные автомобили с такими острыми знаешь вот этими на багажнике штучками фар ну типа задний бампер только выше крылья острые короче говоря всегда была некоторая стандартизация на самом деле здесь он не удивил нас своей картинкой но вот до в 90 всегда были вот эти квадратные бмв и мерседесы черные еще как в матрице впервые ну как бы это такой это вопрос на самом деле того что в принципе у нас авто автопром он не блещет все в основном внутри различается да и внутри уже тоже скоро не будет везде carplay будет просто ты айфоном зажигания включаешь и так далее но неважно это был первый так скажем анти тренд как анти кафе что гомогенизированный дизайн как гомогенизированное молоко так вот второе это патрон с not pages что нужно создавать на самом деле не страницы когда ты создаешь дизайн какого-то сайта а паттерны в том смысле что ю ай паттерны то есть делать некий style guide в котором публиковать просто как все выглядят кнопки там и так далее но все представьте себе будут строповский kitchen sink то есть страницу на которой все компоненты собраны вот типа надо делать такие страницы везде менюшки у нас выглядит так туда-сюда а из этих кусочков можно прототипируем любую страницу которую нам надо и типа сейчас когда вы проектируете дизайн надо не конкретные страницы финальные проектировать и потом от них не отходить так костно надо быть гибче проектировать интерфейсы типа интерфейсов с вот этими ю ай паттернами а их уже комбинировать как угодно в зависимости от нужды от того что там новое веяние индустрии так далее то есть удобно но на самом деле об этом уже не первый год говорят я знаю почему он именно в 2016 а хотя но он он просто хочет чтобы так было то есть очень давно мы говорим про ставил гайды про то что они нужны что это удобно один раз разработав и тип интерфейса потом его уже подставлять везде это просто даже с точки зрения разработки удобно есть набор какой-то инструментов а ты уже с его помощью как-то но живешь и живешь до создаешь уже более крупные какие-то куски из маленьких кусков крупные ты мечты здесь про сервисы как там картиночки про про меня сервисы до большая куча дерьма микросервисы три маленькие кучки дерьма на об этом следующий тренд хороший не анти тренд это анимация диснеевского уровня вау в том смысле что сейчас с тем что css анимация все работает на 60 fps если вы круто там все сделаете да и java script анимации с с фреймворками типа гсап или мошен gs они реально очень крутые мягонькие так вот типа надо теперь делать качественные анимации с точки зрения именно плавности и того как как должно двигаться по диснеевски здесь есть картиночка которая поясняет например каждое использование каждое не так там пишут там куда-то телеграм я не буду туда заходить потому что чтобы ну как бы видео трансляцию не запаровать поэтому все че пишите пишите в перископ так вот анимации должны длиться менее 300 миллисекунд если анимация просто выглядит прикольно это не значит надо использовать всегда смотрите от пользователя не делайте линейные анимации то есть которая движется по форму к x плюс b короче говоря ускорению которых не меняется надо из in is out делать когда то есть вот вот по нужному языку надо соблюдать даже тут типа того 99 процентов анимации должен быть из in is out сначала сильно и чуть-чуть или сначала чуть-чуть а людям нравится вот эти плавные съезжания с горки или заезды в горку то есть это это же об этом из in is out еще один тренд здесь не то чтобы он как бы автор за крис а просто не что так есть перри перенасыщенные сайты ну вот здесь видишь да не bloomberg и чувак такое bloomberg politics сделал и там чеки не знаю чуть за чувак может быть какой-то там рэнд пол это один кстати за республиканских кандидатов судя по всего в рэй-бэнах видишь да и он такой зацвеченный типа в солнечный день туда-сюда что но очень насыщенные такие штуки яркие прям в медиуме возделенная буковка м тоже на очень насыщенно spotify на это перешел то есть это не то чтобы он прям сильно за такой тренд но его из реально используют то есть прям супер перед блин ну слушай вот этот чувак который в рэй-бэнах он прям в таких цветах как мне напоминает айос какая-то выходила знаешь седьмой начинали были цвета прикольно и мне еще чуть-чуть напомнил конечно оттенки которым год назад неделю за говорили про понтон что они голубой розовый там ты конечно пастельный не пастельный напоминаю пастель ну да потому что они приглушенные тут так как раз про те которые прям кричащие которые своей яркостью насыщенности прямо рут так вот заблюрен и изображение но это уже прям даже не не смешно но собственно он между прочим он то пишет что это прикольно использовать именно как паттерн подгрузки изображений пока у тебя изображение не подгрузилась заблю его и пусть она прогрессивно подгружается там и так далее то есть это прикольно фейсбук он здесь прикладывает статью потом посмотрите ссылки в описании которые он пишет что типа можно вот так вот сделать до 30 процентов на самом деле страницы грузится быстрее если картинки сначала не грузить нагрузить их за блюринами а потом уже показывать да да сапт лаурин стоит небольшие такие стоит и как по-русски состояние состояние загрузки когда фейсбуке ты листаешь ленту она еще не прогрузилась у тебя такой набросок поста там показан как вайр фрейм просто квадрате где аватарка и такие полосочки типа текст мне это крутая тема и ты как бы уже подсознать там вырисовываешь для себя ощущая сейчас тут поздно а потом там хобби каким-то новые киски то вот таки говно там все то есть или ты наоборот репостишь конечно же этих кисок и котиков но в общем когда вот с кстати слайки то же самое сделал я вспоминаю на сегодня будет одна тема про слэк но там тоже сейчас когда листаешь что-то в чатике и он еще не успел подгрузить там вот такие типа плейсхолдеры под сообщения мулит веб-сайт здесь это в кавычках поясню для наших слушателей и зрителей мулит вообще это как будет не мульда только мулит мулит приводится кефаль то есть рыба кефаль она на сленге я посмотрел в urban дикшиной мулит это вот такая прическа как 80 сзади длинные волосики себя ставят а здесь спереди обычный но у чувака конечно тоже необычные спереди ну короче все до дмитрий маликов до практически короче говоря у всех музыкантов рок-музыкантов 80-х были такие прически и это просто о том что безвкусица но там где сайта с безвкусицей и а это олицетворяет то кстати термин какой-то чувак среди то упомянул именно для сайтов что мулит веб-сайт когда все анти тренды на одном сайте все изоблюрина сразу и все ярко и параллакс и да и комикс санс и параллакс везде и все там вылетает прилетает и короче говоря это просто безвкусно и противно не делайте так при лодеры вот между прочим крис автор статьи выступает против при лодеров ты вот никита как при лодером я наоборот кстати за это по-моему прикольная хрень ну то есть как бы если у тебя совсем все плохо то надо его если у тебя все нормально то как бы зачем просто при лоды как бы он немножко какую-то нестабильность показывает как-то тебе кажется что там что-то такое большое сейчас загрузится там ничего не загружается ну вот да он пишет что это полное дерьмо потому что вы как будто заставляете юзеров думать что что-то не так что вы прям ждете что хреново но это именно для при лодеров на всю страницу он говорит то есть как ты знаешь сайт не как у нас на и в дизайне лодер сбоку крутится пока весь сайт не загрузится вот он против такого но он считает что в некоторых микро взаимодействиях при лодер нужен ну например подгрузить и жмешь посмотреть еще и у тебя якса мы полетели посты сервера можно мини про лодер показать когда не душем все закроет прям сразу а вот только тут подкрутится что будет понятно что именно здесь есть некий при лодер так вот и он да кстати еще пишет что так и точнее он да не пишет все про него закончили я вспоминаю что с машин магазин чуваки говорили что иногда если все очень быстро то юзеру тоже дерьмо то есть когда все грузится 100 миллисекунд то юзеру кажется что все мелькает и хреново поэтому лучше иногда чуть-чуть замедлить загрузку но не то что со 100 миллисекунд до секунды на до 300 миллисекунд и там есть прямо какое-то число они исследования проводили сколько миллисекунд примут идеально что пользователь со окруто все загрузилось прям вообще еще один анти тренд скролл чекинг когда x скроллинга переделан когда на скролл повешено какой-нибудь горизонтальное движение надо дерьмовые параллаксы когда именно на скроллинг все повешено и скроллин или когда скролл замедленнее и должен то есть любые операции со скроллингом и неоднократно в этом подкасте говорили это полное говно пайсив агрессив по папс он говорит ладно типа все папа пивно но еще есть такой тип папа в которых написано типа там оставьте здесь почты и на кнопки написано типа да я оставляю больше чтоб стать крутым есть еще кнопочка нет спасибо я уже крутой под его бесит именно такие по папа где за тебя написано типа нет спасибо тому вот например здесь какой-то quick sprout по пап написано типа удвой свою конверсию следующие 30 дней и там если оставлять почту кнопка да отправьте мне бесплатный гайд чтобы увеличить конверсию в два раза и . нет спасибо у меня не важно мне не нужна моя конверсия типа ты прям должен разумеет я тупое говно я закрываю должен признаться вам да 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 или вот здесь типа у вас вырастут клиенты там туда-сюда там до 16 от 16 экспертов они расскажут нет я не с ним не интересует увеличение клиентов там туда-сюда здесь бить супер тело для бикини за 21 день нет у меня уже тело для бикини вот это ему не нравится еще он пишет это анти тренд 2 2 еще еще два осталось типа гамбургер все таки отмирает он пишет на примере ютюбовского приложения который 2014 году был гамбургер а в 2015 кладочки то есть грубо говоря вкладочки с иконками их три всего было и он пишите по скорее всего гамбургер этом вот я предпочитаю думать что вот в случае с ютюбом там в гамбургере 3 и ссылки прятать и конечно их можно в табы просто запихнуть но когда в гамбургере прячется 10 ссылок хотя наверное это уже просто анти паттерн использовать 10 ссылок в мобильной версии на хрен бы не нужны надо говорить только там лучше ну в общем он допустим у тебя там супер магазин да он предпочитает думать что все дропнули кстати google apple и microsoft он здесь пишет дропнули гамбургер меню но я помню у apple она была прям вот уже в той мобильной версии которая вот мы с тобой обсуждали в течение последнего года появилась сейчас у них реально табовая хрень и табы эти скролятся влево-вправо то есть там mac iphone это вот это можно просто влево-вправо проскролить и все и последний анти тренд это то что тяжелые страницы становятся еще тяжелее 2010 средняя вес страницы 802 килобайта а теперь уже 2220 так то есть грубая а есть и страницы например да или mail кау ю кей который 9 мегабайт весь юма и вот там не то что при лодыр нужен там я не знаю что там еще нужно выдавать заряд батареи пока этот сайт загрузится чтобы у тебя как-то заряжалась в общем он пишет что а вот типа супер нагруженный сайт они еще более нагружены становится это прям не очень поэтому да пишите в комментариях какие вы считаете тренды и анти тренды на бузу будут нас ждать 2016 году а мы уже используя эти знания чем нравится что не нравится обновим сайт там про при лодерсе напишет что-то круто ну или что то что он задолбал на чё там есть комментарии в перископе или в там забросил там перископ почему некоторые пишут что нет звука я не знаю как все но некоторые пишут может у них кодеки какие-нибудь в браузере не работают и а я я смотрю у нас перископе мы очень тормозимые я не знаю как жить то есть я не знаю как другие люди смотрят на какие-то 20 человек шальных есть ну потом спросим про общий experience где-нибудь нормально будет следующая статья на дизайн шаг как обычно керри казинс нам пишет в нашу рубрику произвела она именно нам пишет я думаю она уже прямо нас с тобой двоих имеет в виду когда обращается к читать она гуглит возможно свои статьи видит мы постоянно до видит и думает блин надо чувакам помочь grid first web design то есть не mobile first а grid first начните с гридов начните сеток свой дизайн как создать вертикальный ритм и гармонию и вот он пишет вот вы когда слышите слово сетка да ну я ну или grid я не знаю переводить это на русский или нет типа чего первым приходит в голову и первым приходит в голову снова горизонтальные гриды то есть деление общего флоу страницы на какие-то колонки то есть там 12 колонок как в bootstrap это всегда было там где-то 10 и так далее а что же про вертикальные сетки вертикальные сетки это термин на самом деле с типографии с типографского дизайна в котором подразумевается что все по линеечкам должно быть как в школьных тетрадках так вот керри спрашивает нас зачем же использовать вертикальные сетки и типа если вы все еще не используете их своих проектах вот наверняка вы думаете на хрена так вот вертикальная сетка помогает выдержать вертикальный ритм и гармонию что же это означает это означает что ритм создается некоторые то есть глазам удобнее прыгать и сканировать по вертикали либо блоки текста либо какие-то картинки либо что-то еще давайте посмотрим на примере уважаемый слушатель попробуйте представить здесь вот есть вертикальные сетки для текста как это выглядит то есть есть заголовок который на двух линеечках расположен под ним пара колонок таких газетного типа по 6 строк и типа здесь следующее для сравнения есть тоже двух двухполосочный заголовок но на самом деле он сжат между собой то есть отступы неравномерные и вот эта дырка между заголовком и текстовыми колонками она очень большая и глаза мои очень сложно перепрыгнуть потому что она не равная по ширине несмотря на то что размер текста заголовка и самого блока разный вот в левом случае у нас очень легко глаз перепрыгивает ну вы замечали наверное что учебники по истории если бы не было лень и в принципе довольно таки приятно читать в принципе очень много книги приятно читать потому что все очень четко и круто сверстаны с каждая строчка напротив каждый даже на разных страницах так так вот и это прям вносит гармонию потому что глазам проще прыгать это как знаешь из той же серии почему книга вертикальная потому что ее пропорции повторяют пропорции нашей башки но это нам проще и как бы сканировать вертикальную книгу читать так вот типа она ну и нам несколько приложений она пишет что смысле не приложение как приложение а в принципе приложение куда приложить эти знания короче говоря создайте две колонки типа как минимум и сделать чтобы она одна напротив другой была уже прям красивее приятнее будет в разы так ну и типа надо математика естественно высчитывать все шрифты и все отступы чтобы она вписывалась вот в эти две линеечки я здесь прям не не кривя душой не кривя душой да и не постесняюсь упомянуть про видос который мы снимали на канале про вертикальный ритм с помощью компаса это фреймворк для сас посмотрите я там прям на куче примеров написал рассказал показал как как этого добиться именно в веб-дизайне то есть в типографском это дизайн в индизайне там легко это делать в адобовском продукте а здесь тут могут возникнуть некоторые моменты именно и по выравниванию картинок и других каких-нибудь айфреймов по сравнению с текстом то есть текстом более-менее все понятно а так вот нет здесь пишет что здесь она придут продолжает говорить что не кроме текста можно еще сами сайтовые экраны так скажем вертикально все выравнивать по сеткам она говорит право знаешь fullscreen слайдер вертикальный знаешь когда ты скроллишь и он тебе хоп весь кусок заменяет на новый тоже мы снимали видос по css scroll snap points который уже бесит кстати да да такие слайдеры тоже бесит на самом деле как и просто подмена и user experience and scrolling но тем не менее такое используют есть уж использовать то пусть там все будет идеально по линеечкам и каждый последующий про скролли на экран примерно повторяет предыдущий чтобы глаз вы скролите и у вас у глаз уже знаешь как если на лампочку посмотреть долго потом у тебя такая точечка или там в виде спиральки или в виде там диодов с моей какая у вас лампа так вот и здесь тоже у тебя грубо говоря это долго на экран смотрел читал текст и у тебя некая макетик такой остался на радужке так ты когда перелеснул страницу тебя защелкнулась в те же пазы тебе быстрее и удобнее информацию воспринимать чем если у тебя все разрозненное тупо будет если колоночки не только горизонтальные но и вертикальный будет тоже круто здесь она про карточки говорит про как на пинтер и стенах это новый тренд кстати приобретает это не знаю чего в нем нового но да все отступы должны быть независимо от размеров карточек будь они там квадратный прямоугольный вертикальный отступ если между ними будут одинаковые нам удобно опять же будет между ними скользить глазами то есть нам вот и когда мы уже я прям метафора щас будет говорить когда мы уже глазами мысленно мозг наш преодолел вот этот один мостик между карточками там в 5 пикселей мы уже запомнили что чтобы преодолеть мостик в 5 пикселей нам надо там такое-то усилие приложить его перепрыгнуть если все последующие мостики будут 5 пикселей представьте как на улице если лужи все одинаковые можно же даже не глядя перепрыгивать примерно понимаете чувствуете как это имеешь ввиду как у меня батя опять же говорю что если поле на футбольное хорошее можно на него не смотреть до бежать и на мясо и то же самое на катке если лед выровнен но можно не смотреть если там выбои на какие-то можно просто вперед смотреть иначе согласен ствы да то есть оно такое да я аж как-то замешкался нет тут и мне как про бати про свое напомню меня пока стоящая улезти или вглубь ну и для последней сетки для электронной коммерции если у вас все товары один под одним если вы коммерсант да если все красиво на них если прям каждая цена соответствует цене то эффект порядка такой вы добиваетесь как знаешь вы захочешь магазин все разложено четенького полочкам как в томе хиллфигере не как в h&m все в кучу свалено потому что подростки дебильные пошли покидали ты а зашел в томе хиллфигере нормально никого нет естественно что дорого потому что все пять консультантов тебе подошли ты одну футболочку подсказать да робко по померил там рубашечка за 17 тысяч рублей с трясущимися ручками и и сразу хоп назад положили и все идеально ровненько лежит у тебя ощущение порядка хочется сразу пойти купить это такая продукт placement хитрый был хиллфигера но здесь самом конце напишешь что в итоге даже в итоге если у вас неоднородный контент где-то картинка где-то текст где-то большая картинка где-то карточка если все сделано по вертикальному гряду здесь есть картинка уважаемый слушатель попробуйте представить большая картинка потом маленькая под ней текст и они по высоте составляют как раз высоту большой картинки и вам глазам прям приятно вы все равно можете прямо блокового блокового направлении сканировать весь контент по кусочкам и перепрыгивать с важного на неважный то есть ну вы просто больше удовольствия получить от использования таких сайтов круто вот так вот сложно получилось и следующий про дизайн следующая новость три заповеди отличного ux дизайн три столпа у тебя даже но у меня столпа написано потом я понял что все-таки что-то заповеди я начал просто читать и здесь на староанглийском из-за ушел тбюс фул а тут уже означается типа будь будь этим полезным наш как не убить вот будь полезным лиома то есть там именно стилистика там уже что-то с крестами уже но мы забегаем с тобой вперед да здесь нам джерри чао и камиль зиеба и мэтт эллис трое написала статью видимо каждый по заповеди камиль зиеба самый главный англичанин так вот они написали типа 10 заповедям все понятно у их уже типа давно разобрали а вот и на 10 как бы там сложный много тут-то типа всего 3 по user experience давайте типа начнем так 1 заповедь будь полезным даже юсфул не юзабл а юсфул 1 это будь полезным то есть не важно даже что удобно пользоваться если никому на хрен не нужен проект то может даже и не важно удобно им пользоваться или нет поэтому для начала нужно найти боль нужно найти что пользователя беспокоить что пользователю нужно и самый первый ваш продукт должен быть полезным для него да прям картинка такая смешная надпись на стене пожалуйста подождите здесь пока вы не будь полезным спасибо то есть практически пошли нахрен так это интерпретировать здесь прямо написано простой пример возьмем типа есть обезболивающее и у обезболивающего есть на самом деле две причины по которому покупает первое это убирание боли а второе это то что удовольствие она доставляет при передозировка здесь наркотически обезболиваешь но в основном то все-таки его покупает те кому надо боль снять ну так если в процентном соотношении чем те кто просто на векаде хотя фиг знает опять ну вот по этой статье все-таки первое но окей то есть в первую очередь если вашим продуктом приятно пользоваться это конечно хорошо но если не решает никакую проблему то нахрен вам не нужен потому что найдется тот продукт которым и удобно будет пользоваться и которые проблемы для сидеть на котором еще можно и подсесть здесь они сразу пишут вот скачайте нашу бесплатную книгу в которой мы вам расскажем как убрать бой и как подсесть на чего-нибудь так вот на это можно проверить с помощью мвп минимум вая был продукт минимальный значимый продукт то есть просто сделать лендинг собрать письма и узнать нужно ли вообще людям то что вы хотите сделать здесь сразу пример буфера ну именно социальной сети буфер точнее даже не сети а сервиса для постинга в социальных сетях для отложенного постинга где ты по таймерам ставишь вот это в твиттере у нас будет на весь день так вот эрик рис который сделал буфер написал что он ягод сначала сделал лендинг типа вот есть буфер туда сюда начни типа ну короче начни работу кнопка для ныне жми же там пишет я вот уже почти доделал оставь свою почту туда-сюда и он собрал так несколько почек я вообще ни хрена не сделал потом лично с этими людьми списался типа чё чуваки реально хотите делать инки конечно хотим кублин придется сделать и все и он реально сделал но он точно проверил что людям надо но он получил еще мотивацию дополнительно да 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 я не знаю сколько было вот этих людей с которыми он лично связался но здесь вот так написано что он это сделал я я хотелось бы верить вторая заповедь будь юзабельным то есть удобным в использовании то есть в первую очередь надо быть я напоминаю полезным автором удобным в использовании здесь сразу же цитата эйнштейна вот это она нас паблики тоже было все должно быть простым но не проще вау таким простым как только возможно но не проще такая такая да он немного заигрывается ну так вот то есть здесь сразу на пять компонентов разбивают юзабилити здесь же трое они писали они все-таки как-то до нас доносят это удобно 1 ленабилити то как быстро пользователь может выяснить как чем-то пользуется как обучаемый он становится то есть грубо говоря вот он получил интерфейс и как скоро он поймет что надо чтобы запустить там новую заявку плюс если мы обкатываем какую-то серым q для постинга в саппорт то вот даешь пользователю интерфейс и говоришь вот найди мне запустить новую заявку как вот чем быстрее он нашел тем значит более лена был твоя система efficiency эффективность тоже очень похоже на другое чуть-чуть это легко из которой пользователи могут именно задачу какую-то выполнить то есть никак использовать продукт вот он сел и пытается меня это тут это вот он уже научился им пользуются и как он быстро может этим продуктом оперирует что-то делать молотком быстро можно забивать отбойный молоток пока в розетку откнешь пока это туда сам него нет не такой эффективный как обычный молоток но зато у него как бы новую степень приложение но другая им стены валить можно так меморабилити как хорошо пользователь запоминает спустя вот месяц после использования системы как быстро он вспомнит какие пользоваться это тоже входит юзабилити это третий пункт четвертой ошибки ну просто количество ошибок который совершает пользователь там тыкается не туда туда-сюда не смысле что он поле не заполнил типа ты считаешь сколько раз он тупой это может у тебя просто за пультом а именно количество ошибок который вызвался вызвано самой системы сетисфэкшн удовлетворение удовлетворение который приносит пользование твоей системой но это не самое главное то есть это пятый пункт который опциональным является то есть в основном надо же все таки было удобно а то что еще и удовлетворение он был совсем как это уже прям да это 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 на последнем месте они чтобы этого достичь нужно сначала делать wireframe то есть сухой прототип где чего находится еще не динамический потом реально динамический прототип то есть будь то ты сверстал макет или в каком-нибудь сервисе сделать чтобы можно было ходить по ссылкам просто на на квадратики жать грубо говоря но есть такие сервисы мы про них разговорах у экрана говорили контине продать а это про пить ай пинг анти вреди прототипирую пока не будет готов и третье заповедь будь enjoyable вау будь как бы как по-русски ты цкать лучше сделать так чтобы твой продукт доставлял удовольствие опять да здесь говорят про пост на блоге 3 house и между прочим не кажется даже satisfaction это не про то что даже удовольствие это прям тебе прям до прям в рамках и мурашки у тебя прям по коже а вот и ничего это просто те в прикол пользоваться и здесь есть как бы примеры конкретные что что вообще такое удовольствие вот взяли два банкомата с одинаковыми прошивками но один по прикольному оформили там мишуро и так далее и пользователи отметили что этот банкомат лучше работу хотя по факту все было идентично просто он был прикольненький то есть никогда не нужно забивать на какие-то фанки штуковины там чего-нибудь добавить какую-нибудь анимацию если у вас уже все идеально если уже прям реально работает тут добавьте вот эту вот спарк небольшой изюминку по-русски будет элемент of delight ну здесь про и графикации еще в конце конечно же говорят что добавляйте вашим подписчикам какую-нибудь мотивацию что-то делать дальше значки какие-нибудь там просто все мелькает выпадающих распаковываете достижение до возможность помериться этим это все добавляет enjoyable то есть именно просто в прикол пользоваться такой у нас блок на дизайн и вот так он быстро оборвался потому что я просто вижу сколько уже времени прошло поэтому да переходим к бизнесу бизнесу а в бизнесе на самом деле типа большие темы но мы на самом деле прям вот прям четко заденем все что хотели сказать авторы у нас очень большая статья с роем ru причем которая проспонсирована йоты я так понимаю потому что у них тут все но дорогие слушатели потом посмотрят ссылочку там везде реклама йоты да это причем оформлено даже чтобы понимали не как обычный пост строим ru на роемру слышь спешил то есть это у них небольшие такие лендинги но в которых собственно есть ссылки и на статьи ну ладно сейчас никита нам расскажет да и вот эти статьи написали крутые чуваки там чуть ли не директора фондов там в общем богатея и так далее то есть это не просто так ребята вот и сейчас мы про ним пройдемся мне нравится вот первая статья чувак сергей негодяев он нам рассказывает немножко просто про итоги года как который именно для него итоги года и он здесь самую первую вот эту вещь про российские про российские фонды именно что почему наши российские фонды перестали меньше стали работать и тут понимаешь люди-то думаю что они совсем перестали работать с российскими стартапами там и тогда с айти какими-то компаниями да они наоборот они просто больше стали активнее работать с международными рынками как же так как же так но у нас же айти до российские на марше все хорошо ну ладно извини да 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 ну в общем короче он естественно это конечно же из из-за курсов валют в том числе но именно что наши фонды российские подросли и как бы могут уже завоевывать более масштабные рынки но это он отмазал просто варма он попали низкой блин слышь чувак не говори про что все говно скажи просто что теперь мы настолько крутые что и там можем в том числе на миссия скажи как не обтекаем для него сделки года это car price почему-то везде во всех статьях вот этих которые итоги карпрайс карпрайс это какой-то стартап про продажу автомобиля за 30 минут то есть ты можешь еще быстро то есть круче чем авто авито там всякая так круче чем на барахолку прийти сказать даст и забирайте они не крашеный нормально не биты от них хозяин вот да карпрайс стартап отвратительный дизайн отвратительная ландуха видимо для мужиков каких-то просто как это гильветика практически просто вот ну ладно и тем не менее все говорят что у них там рост масштабируемость вот эти все слова они видимо с точки зрения стартапа как-то круто все сделали а они деньги то зарабатывают или нет видимо да потому что ну раз их везде хватит ну карпрайс инвестиции там карпрайс удвоили даже нас а удивили даже на своим объемом в общем короче там все инвестируют карпрайс так далее вот дубль гис он хвалит на дубль гис он хвалит просто что ребята уже типа карт со своими картами намного круче чем google apple там и яндекс далее и так далее но это опять же дубль гис он же как бы в основном лизируется на карта он специализируется и он в основном все-таки российская я конечно за это говорю но возможно не дам в париже тоже крутая карта дубль гиса но я думаю что российский в основном сегмент то есть карты ну да но мы итоги российского года канала с того подобное тоже же настолько крутой что подводишь как можно apple принимать внимание если они в россии недавно только свою шишечку там за дубль гис у нас порой круче чем apple там но можно просто ты вспомни функционал и он не соизмерим я согласен даже входы показаны в организации а в apple картах и только в метро появилась с этим я согласен тут он дальше неизвестных ребят называют потом ты мне сказал что нужно обязательно сказать про юми . cms для ребят которые нас слушают так вот 1с он это как экзит года то что и юми cms купили 1с то есть типа юми cms 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 да про дайска как будто они 1с 1с естественно купили компанию юми cms как бы то есть видимо для него это экзит ну то есть юми cms слились все они не принимают больше никаких решений 1с им диктует что делать да так точно потом он называет неудачи года это кинопоиск естественно и дизайн кинопоиск хотя он думает что это просто маневр и они там сделают нормально все яндекс все равно все равно сделаю свой дизайн как хотят и под себя но он вещь от неудачи года и как бы он значит как в школе вот я сейчас ставлю 4 за четверть да но чтобы ты вот на годовую вытянул пятерку чтобы тебя мотивация была вот он яндекса мотивирует дальше двигаться да смотря на то что они уволили всю команду кинопоиска старую отрыва с новыми людьми кто в новом может же да он считает что есть жизнь он считает что неудача года это связной типа что связной банк лишился лицензии там и так далее так далее тоже для него это неудача года чек года для него павел дуров он типа называет что вот если блин уже даже ватсап блокирует ссылки мы это обсуждали в подкасте туда же он если он блокирует ссылки на телеграм и это признание это уже признание да типа и типа для него человек год это павел дуров который вот все все еще делает живет стартапами там и так далее запуск года для него мой офис и теле 2 мой офис кстати кто не знает я вот только сегодня узнал что это отечественная убийца макс офис забыли в громкие темы добавить надо было прям дождь тарифы прозрачные эксперты высокого мнения юзабилити продукта в общем короче в общем там крутые ребята какие-то работают мой я смотрю я бы ты смотрел за экраном а она платная бесплатно я так понимаю да платная то есть уже платная то есть они сразу прям у нас крутое платное решение даже не дали по тесте там чё-то ну блин а какой мой офис 365 у них есть которые именно ну блин я в регистрацию я не знаю в общем дорогие слушатели кто разберется напишите в комментариях вы уже дима лендинг у них говно раз ты не по да я сразу не понял где кукну кнопку купить собственно а что теле 2 а теле 2 они типа так как мой офис это у нас в составе запуск года то вот теле 2 у них тоже запуск годов не в регионах уже а в москве типа в столице и и многие дальше авторы вот эти инвесторы будут называть что блин теле 2 везде крутые типа в москву покерли я причем вспоминаю легенду теле 2 что это чуть ли не шведская какая-то компания какого хрена начала в россии именно с регионов я вообще тогда не понимаю а я кстати это все-таки легенда или это стопудовое понятия не имею напишите в комментариях если вы в теле 2 работаете знаете настоящую легенду и кстати напишите в комментариях в санкт-петербурге как как интересно там стили 2 до знаменитый старт с поребрика это случился или не случился в этом году перестановки года но рамблер о котором мы тоже говорили что они там всех увольняет вот афиши вот это все вот это все и mail.ru group то что они уволили а покинул пост вице-президента алекс алексей катков который никто у нас не знает все равно вот компания года для него фейсбук ну а катков видимо это чувак времен времен 90-х потому что коммерческий директор ну то есть во-первых это я имею ввиду он начинал это все это только рамблер и mail яндекс начинали там может начало двухтысячных так далее основные когда поиски у них заработали и так далее то есть вот эти люди уходят да и мы не интересны теперь будет заняться видимо типа карпрайс проектами которые сразу будут выстреливать до хрена зарабатывать или наоборот в металл будут вкладывать вот у а нефтянку потому что у нас же по-другому и не будет да да для него компания года фейсбук как я сказал то есть что там супер берег занимается виртуальной реальности вот это мы не поняли причем при на уколу срифт купил мне около сайт просто мы во-первых не поняли почему в принципе фейсбук занимается виртуальной реальности просто купили да ну перспективно перспективно да то есть это не то что порнхаб например купил занимает там понятно зачем или там я не на стим тоже понятно да но фейсбук мы ощущали в комментарии общаться как-нибудь видео чаты с виртуальной реальностью ну и именно безобидные ну ты как безобидные у те у кого радуга на флаге вот те чуваки будут общаться друг с другом да вот надежда года с интересно apple и тесла хотя конечно блин новая машина то есть она же официально как бы не зарелизе на типа или заведу нет ничего не зарелизе на apple давно уже говорят именно на слухи они отвечают что да что-то делаем да 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 будет но пока непонятно для чувака надежда года что apple и тесла объединяться сделал они apple , apple плюс тесла равняется л да вот скандалы года yahoo и не то что мы не знаем и между уберта мы все знаем это же супер такси из франции которые теперь и в москве они-то все-таки ну короче это на скандал которого из приложения вызываешь и они скандал я не знаю честно сказать какую не пускай ну может быть до сторонники перемен с людьми из обычных индустрии короче это что обычные таксисты бедлят на юбер уже знаешь там так удобно все из приложений тогда что целые рынки на самом деле сливаются то есть обычный yellow cab это же в саус парке простебали очень сильно что не сильно но был были мотивы что типа чуваки собираются водители обычных такси данных таки немытые противные твари там которые матерятся там сутся прямо машине либо чё они у нас завирают работы там какого какие юбер там туда сюда а там это на примере хэндикар там где тимми всех на инвалидном кресле на пародия на убер на самом деле офигеть да и вот то что типа так удобно с приложения все хоп-хоп и и прям незаметно целый кусок рынка просто задницу ушел и все понять вот это был скандал года тренд года для него это просто криптовалюта принципе что в биткоины все такое он называет трендом года а тренд на годы мне нравится что уже не смешно это про то что кибератаки бир терроризм кибератаки вот такое взломы ну сейчас погода с телеграмом и гилдом но странно что он это все называет где-то в российском сегменте а где-то вот он медиа года называет для него вести точка ру то есть тукерберг позвонит бывший перезапуск он там уход андрея загоруйка которая у нас никто не знает опять же никто не знает да то есть почему то он здесь медиа года почему он не берет там по-любому есть какие-то медиа года которые больше выставили тот же какой-нибудь медиум хотя он уже нет нет это все в россии это вообще все в россии я тут как бы но фейсбук ну какие надежды года в россии но я тебя умоляю понятно при всем моем уважении надежды года в россии это то что путин наконец-то скажет работать всем посадить это главная надежда вот именно то есть ну об этом писать как его сергей негодяев об этом писать не будет понимаешь не будет он и негодяй возможно следующие статьи посмотрим менее так детально но в но тоже посмотрим далее александр галицкий алмаз капитал сейчас я просто пробегусь он опять же говорит про как прайс что все-таки какие-то крутые ребята надо видимо будет выгрызаться смейт торговать автомобилями там что происходит опять же компания года для него apple что сравнение с другими популярными гигантами такими как google и фейсбук можно считать стариками и плов закрытие года так а закрытие года какие-то видимо какой-то ваймакс я вот это не понял чё-то чё закрытие года у него подожди где еще раз у александра галицкого нет я убью нас закрытие года все идет по плану ты просто а если мы говорим про большие закрытия короче говоря ваймакс это типа был улучшенный вайфай но не вайфай айси на прям покоя сеть другого поколения так и его ему прочили 4g но на самом деле 4g lte стандарт это улучшенный 3g не совсем отдельно и короче ваймакс я помнишь даже его то ли йота хотели вводить ну короче я не знаю куда она делась но куда-то в задницу пропал как hd 9 blu-ray вот выстрелил в какой-то момент и dvd так и слилось это ошиба который его придумал просто войну форматов проиграл вот ваймакс он немного сражался с lte но проиграл то есть вот так кстати о что касается галицкого мне понравилось здесь то что он пишет сам убер на меня не производит впечатление смущает их модель но не бьется она смысле не отбивает затраты пока сленг я имеется эти владельцы фондов у них бьется это другое совсем не рыба облет как у нас а вот модель пока их траты растут как снежный ком и не очень понятно как они выйдут на окупаемость а вот сама уберизация это хороший тренд он пойдет везде и что такое уберизация это избавление от посредников в цепочке по сути это создание маркетплейсов можете брать любую вертикаль говорить я создаю в ней marketplace прокат авто самолетов инструменты ремонт может что угодно делать по этой схеме он дальше видит это значит это это первое это технология просто до что это практически кусок это франшизы даже знаешь как вот что франшиза это такой модель целая вот уберизация эта модель и убер он даже это первая искорка которая вспыхнет затухнет но на ее фоне целый салют произойдет для него почему-то разочарование года то яху типа яху теряет свои позиции все такое разочаровывается эверноут тоже непонятно почему он пишет непонятно почему видимо не почему мы в этом же подкасте как -то раз с тобой видели слух просто что вы вернула все плохо и 2016 году скорее всего они загнулся видимо они читают что-то типа коммерсанта толстые газеты у них показатели видны и они просто смотрят показатели яху и верноут у них прям падают акции да он как бы просто это комментирует а для нас простых пользователей нам же непонятно может у них модель монетизации просто страдает учет это вернул плюс и хоть раз думал о том вообще мы же с тобой простые юзеры мы не мыслим масштабами того что чуваки существуют вообще-то чтобы деньги зарабатывать и видимо зарабатывают говен и видимо да то есть ну вот и все то есть яху для нас это поисковик а у них тоже какая-нибудь сеть контекстной рекламы там например как от сенсу гугла или adwords там неважно короче вот эта система и они уступают гуглу вот на этих рынках невидимых для нас но очень видимых для них потому что это их основной доход вот я думаю об этом дело поглощение года для него и msi это те ребята которые сделали сделали в м варе и вот аллил за что такое пиво там не знаю что в м варе это виртуалки до виртуалки до их купили dell для него это прям поглощение года инвестор года мы не знаем проблема года в россии недостаточно фондов чтобы обеспечить всех но не это главное тут опять же длинная статья про то что почему и как так да это можно дальше пойти александр галецкого закрыть пойдем дальше к олег туманов и и в.ру он в основном пишет про свои или точка ру в чем он шарит видимо больше всего он правильно в принципе делает он видишь он говорит об успехах года и падения года как а какие-то куски трендов лишь успех года можно строить платные модели наконец-то люди начали типа платье и он это видит по смарт-тв как я понимаю в которой он приходит на иви . он и он а на основе своего кейса говорит нам о том какие тренды нас ждут шестнадцатом году что изменилось в пятнадцатом хотя на самом деле вот что касается можно строить платные модели это он поторопился по мы у нас сегодня в самом конце будет новость одна очень хорошая и вот мне кажется она немного не вяжется с этим но может быть ему виднее то есть он тут все-таки воротил пап причем ему настолько виднее что он так ведь не проблема года google на смарт-тв то есть его он не боится что там дешевые цены а помнишь мы с тобой когда нам говорили что технозавр да зал они боятся google на смарт-тв я такой сижу и думал а иви то где еще иви не боятся и не боятся и вот не боится как мы поняли да но он рассказывает что алиэкспресс пришел в россию открыл представительство все такое компания года для него google то есть он настолько не боится что он для него эта компания года самое главное запуск года матч тв проект тины канделайки который теперь на 3 кнопки вместо россии 2 он считает что это интересный проект и он не исключает что будет с ним сотрудничать если они будут готовы за уже выше матч тв стоит несмотря на то что там административный ресурс несмотря на то что он иви . рука да да у нас большая дистрибутивная база может быть полезным а чё там кстати на матч тв чё а все начиная от того что там биатлон сейчас вообще этап этапы кубки мира идут их на матч тв вы ищете показываю просто счет ищи сейчас не спорт смысле с спорт матч в смысле это просто типа наш государственный спортивный канал его путич распорядился сделать его с 12 10 или с 1 ноября ввели и все теперь у нас все показывают там вот будет сборная россии играть не надо будет больше думать а где сиди на первом или на россии один вот на матч тв у них прям была рекламная команда все на матч что типа новый канал туда-сюда там самый умный транслирует все все серии нет окей для него короче перестановка года газпром-медиа там опять с уходом лесен и мы опять не знаю кто в теле я следил на самом деле и когда он ушел выдохнули многие типа там эхо москвы потому что лесен выразился их закрыть уволить венедиктора и так далее а кто не знает эхо москвы не под газпром-медиа ходит и вот после того как лесен на них погнал и он ушел то есть там наш это все мы мы с тобой здесь сидим и мы реально с тобой кухонные аналитики в том смысле что мы настолько много подковерных всяких дел не знаю что я даже предлагаю вот это больше про газпром-медиа не обсуждать но я просто вот чё знаю то сказал тренды года для него это все-таки виртуальная реальность интеграция соцсетями то есть все-таки интегрируют соцсети будут ли соцсети делать агрегатор агрегаторов или договариваться с одним из игроков посмотрим разговор идут разные то есть все-таки вир похоже похоже прет так тут какой-то еще проблема года плюс-минус неизвестность в россии не то что будущее у нас история непредсказуема вы бы сказали полгода назад что в турцию египет просто так не поедет а сейчас арахат лукум в буфет думы запрещает вот я никогда не любил арахат лукум а в буфете думал ведь и думы вот почему у меня в университетском буфете у нас не было рахат лукум а все бояшка сгущенка бывает смысле трубочки там сосиски в тесте слоеном я рахат лукум далее президент дубльгиза немножко пройдемся женщина вера гармаш так она тоже пишет отсюда молодая это такой молодой президент дубльгиз несмотря на то что дубльгиз еще в девяностые это возможно операции и смена пола этому же это гармаш который а это актер гармаш да понятно для нее причем запуск года до перископ в котором как раз мы сейчас и сидим если мы еще не отвалились как я там перезапускал и звуки включал на самом деле даже настолько она выка узнали новую ссылку да я все везде вот потом короче для нее цифры года там мау типа monthly average user для нее но это она про свои дубльгизские темы что у нее там за месяц месячная аудитория собственных продуктов выросла на 40 просто она видишь говорит о том что вот эта хорошая метрика по которой можно судить о продукте количество пользователей в месяц средняя успехи компании шины деньги астана даже если честно не вгрызался чем там пишет но подожди сейчас тут что-то было еще опять же войны таксистов и и про убер убер поп успех компания напишет о том что в дубльгизе во первых шины то что они начали сотрудничать с разными типа шиномонтажками что прямо из дубльгиза можно было заказать купить так далее деньги то что они начали привлекать инвестиции наконец-то до этого они грубо говоря на свои бабки все делали теперь в них начали вкладывать а что касается астаны они пришли в астану в астану бишкек на штану в астане еще для нее инструменты код это как ни странно тарелла тильда и телеграмм вот тильда это для внутренних публикаций внутренних продуктов дайджестов и проектов 3d у них 3d но вот телеграмм для общения между сотрудниками это странно на самом деле но это неудобно какая там хистерий что смотреть ну хистерий же там есть если никто не выходил то хистерий есть но как это просто посадится с лаком видимо она не хотела слайка плачет просто кстати прошу эти сантив телеграме пошли на другие чайки будут гореть возможно она уважает русских чуваков видимо ну да правда не очень много так да пойдем дальше сразу чтобы тоже не останавливаться идем на чувака который арсен и срапилов так и он нам расскажет про одноклассники про всякое такое ну как он нам расскажет опять же про свои итоги года маркетинг-директор соцсети одноклассники это когда тоже кто-то молодой видимо там уже тоже все сменились сто раз или опера я думаю что маркетинг этим чуваком должен быть знаешь что и григорий лепсу одноклассников скорее всего он вообще будет лучше маркетинге так ты тренд года в соцсетях видео вот кстати как вообще в фейсбуке заливается видео ты хоть раз вот задумался над этим я знаю точно что из приложения это делать удобно а с компьютера ни разу не потому что для него он говорит что очень сильно развивают рынок фейсбук тем что они собственные видосы и они вытесняют youtube как бы да ну ахренеть но только для enterprise видосов фейсбук не может вытеснить youtube по определению там нету админки в которой это все делается там нет аналитики это понятно просто смешно это для видео котиков и сидя видео котиков даже и без сисек фейсбук наверное это фильтрует скорее всего мне кажется что на даже может быть рецепты можно в фейсбук выкладывать по сравнению с ютюб но люди на ютюбе зарабатывают деньги с рекламой на фейсбуке то нет это для серьезных игроков видео рынка так скажем фейсбук это не вариант совершенно а для котика для серьезных котиков это нормальная тема для него компания года пиксар я немножко отмотал вниз для него компания года пиксар и он говорит что он прям вдохновлялся он читал куда книгу эдак отмела видимо код там из си ока фаундов пиксар корпорация гениев вдохновляться и прям видела налоги со своей компании видимо с 1 классик в общем короче пиксар пиксар я вот только знаю что они выпустили головоломку который не смотрел на всех валят что охраненный мультик там а пиксар между прочим это же стив джобс в ней работал свое время да но он чуть ли не там развивал на самом таком этапе подъема да честно сказать не берусь более подробно сказать ну короче он сыграл важную роль в становлении студии это факт скандал года для него это естественно кинопоиск кинопоиск он правда за почему-то его задело дуров верни стену я вот когда это было ну блин чувак убрал кусок интерфейса все да но он прям бурление вызвал сильное именно он смотрел по откликам потому как это писали кто на этом как спекулировал и вот на кинопоиск с к теме спекулировать примерно также я тут как бы реально ты заходишь в ленду в твиттере там все срутся и ссутся только про кинопоиск то есть ну вот видимо он именно про отклик в соцсетях но опять же перезапуск года для него то же самое цукерберг секрет фирмы не знаю что такое стартап года для него слаг слаг все но несмотря на то что он не в этом году появился одно видимо для него это станет видимо в этом году это прям вот но он быстро развивающийся так пойдем дальше посмотрим последнего кого кто из этих двоих последних кого там артема козлюка просто что он козлюк хорошо давай давай какой-то он квадратно ли я бы руководитель русском свободы не а я причем у него смотрю него ничего интересного нет кроме того что закрытие года это рут рейдер но он понятно давай тогда последнего посмотрим который а лоды и близки мне это прям близко я вот он седой сразу седу тот невал чувак из невала отлично так смотрит сергей орловский для наших для него успех года это виртуальная реальность естественно хотя вот опять же вот кроме виртуальная реальность на самом деле кроме порно я больше не знаю где сейчас применяется просто чтобы как вот как попсачение военных как по мы с тобой просто не знаем они может быть закупили окулус рифтов уже гособоронзаказ и порно смотрит скорее всего гейская причем мы про американских военных так понятно проблема года рынок слишком мал для него он хочет лишь бы опять же масштабироваться хочет с падением рубля российский рынок про все почти два раза да потому что нету долгого и дешевого кредита так это к владимир одними долгого рубля человек года для него опять же цукерберг причем он здесь учи учитывает то что цукерберг помнишь выделял там свои все деньги девяносто девять процентов акций там что-то благодаря вам я не слежу за цикер мы же помнишь недавно с тобой говорили что они он сильно же данный фейсбук да давайте данный айти но там они инвестируют в раз это возобновляемые источники энергии а тут какой-то благотворительный фонд который ладно для него тренд года это обучающие игры то есть он считает что обучающие игры это вот прям тренд в этом году был а кстати блин ну нет это не в этом году вот всякие платформы обучающие типа еды x это давно уже совсем до еды x давно может быть час они опять же больше зарабатывается может он вещь вдруг они все деньгами меряют как бездушные дураки мы-то с тобой ощущениями меме надо ничего нравится как чё хорошо а для него неудачи компания для него это именно он неудачи именно только компания называет и он вот близкой к 3 оказывается не делают не вал все еще не делают какие-то близкриги у них там какие-то не должны его делать онлайн уже как world of tanks как варгейминг белоруссию съездить до мужики делают бабки на нормальные война года для него мессенджеры то есть там фейсбук мессенджер с ватсапом там слой я согласен сейчас установочное время сейчас кто выиграет вытеснить всех на медиа года для него летсплееры но для него понятно потому что действительно летсплееры все если какой-то известный конец хоть кто-то играет blitzkrieg да просто потроллить игру знаешь как люди по его всякой говно я пьюди пайпас поиграл близкой и ржал бы что это о рашин дашин геймс рашин булщит хашин булщит это был бы вообще бомбы все бы играли в нее закрытие года рут рейкер для него все таки в принципе можно дальше переходить от этого всего потому что уже невозможно там просто он-то боится я чуть-чуть последний вагон впрыгивали выпрыгиваю же из едущего поезда он думает что мы скатимся в китайскую модель интернета это лишь вопрос времени а китайская модель интернета в чем а в том же все заблочено на а таки firewall власти принимать тактические решения получать сию минутный результат объяснить им что это стратегически вредно и неправильно в таких условиях невозможно смотря каких целей хочет достичь если промыть мозги людям стратегически верно и правильно а если чтобы ты заработал денег то тогда конечно нет вы извините вы так вот кстати от мессенджеров и от рут рейкера мы перейдем как раз к следующим новостям роскомнадзор и мессенджер супер громкая тема надо взбодриться как-то и так вот роскомнадзор придумал что мессенджерам нужны 7000 договоров с операторами связи и законодательный гос антиспам я тебя сразу спрошу 7000 это типа прикол или это билет банка приколов потому что роскомнадзор придумал такую фишку что каждый мессенджер он же работает на каком-то операторе поэтому каждый мессенджер должен заключить договоры с каждым оператором связи а их около 7000 в мире или в россии интересному где он работает желательно в россии чтобы работать в россии а ну понятно а то есть понимаешь что всяких операторов связи ищет до хрена кроме там мтс и билайнов и не реклама и деле 2 которые в москве блин вот их дофига чего-то мегафон не упоминал и мегафон да так вот короче и тем самым вообще я можно больше ничего не говорить коротенько ты представляешь давай не будем говорить про телеграм и вотсап вот skype вот skype взяли и заблочить вот skype вот skype представляешь вот взяли и заблочил у нас в россии ни с того ни с сего это же вообще будет больно всем нам но но люди в комментах и в принципе я тоже считаю что это просто мера для того чтобы если что заблочить неугодного чувака то есть у тебя в любом случае не будет 7000 договор договоров неугодный мессенджер да то есть не понравилось такого неугодного чувака но какого-нибудь да допустим ну допустим какой-нибудь ватсап не понравился что он там терроризм и т.д. и т.п. понятно у вас просто 7000 нету до 700 это вы не выгодили для какой-нибудь там иртышский какой-нибудь там айлана я беда и за причем именно оператор такой вот короче такая а он за что у него есть аналитика по поводу вот премьер медведи в четырнадцатом году обязал мессенджер вместе с фсб устанавливать прослушку в кавычках и после соответствующего за отказ мессенджеры должны блокировать вот их как бы сейчас не блокировал никто но вдруг чё-то кто-то нет вспомнят еще не установили прослушку после того как навальный напишет в твиттере что он телеграммом пользуются придут дура сказать так ты устанавливать 7000 договоров нет и все ну да я за главного так окей короче после этой жесткой новости которая кстати в феврале вот закон вступит точнее они сейчас обсуждают феврале что-то там выпить они это кто интересно хочется посмотреть его в город русском надзор они в русском то есть это просто чиновники это даже незаконно творчество у нас уже чиновники закон издают да это незаконно как правовой документ просто вы теперь до с точки зрения регламента теперь надо было 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 трекер может быть заблокирован когда угодно суд не принял апелляцию анонимных любителей анонимные любители трекера на вердикт о блокировке это новая новость наша новая новость следующая мы обсуждали опять же что рутрекер заблочит потом мы обсуждали что чуть-чуть оттеснили этой апелляции до февраля по моему я и сюда до 9 февраля на два месяца до но суд сказал что апелляцию мы отвергаем как бы как баба отвергая вот отвергли не почему потому что должен быть чувак конкретный на которого повесить все это дюймо а как бы сейчас никто там анонимное кто-то подал непонятно кто я так хоть кто может подать апелляцию все они будут оттеснять там вот здесь за черный начать каким-то желтой бумажки заклеивать на карте на нашего время слушатели представьте что маркером выделителем заклеены я думаю что там на бомжа просто иванов иван иванов что согласен на номинала просто какого-то который пришел подал свой паспорт я подаю апелляцию и там скажут что вот этот вот хрен не является лицом участвующих в деле вы или сами ru tracker подавайте апелляцию от себя или мы ничего рассматривать не будем вот так сказал мозгур суд следующая новость mail.ru группы закрыл все региональные офисы продаж это опять же кто и к той статье где типа mail.ru группу и у них перемены ты скажи как у нас она называлась слайки она слайки называется mail.ru регионалка может уже как портфельные инвесторы на кода регионалка у mail.ru групп сократилась полностью они все они убрали отовсюду даже из челябинской есть оказывается челябинский оказывается были нет уже не да да и теперь они все это передали им в независимые локальные рекламные агентства видимо сильно бабло отжирала все это или просто не приносила или не приносила да то есть но и отжирала и не приносила да поэтому теперь mail.ru групп нельзя пойти искать ты в mail.ru что и работаешь вот так нельзя этот левые люди абсолютно просто которым поручили за деньги заниматься представительством mail.ru такая коротенькая новость следующая новость в чем дело я сейчас прочитал за того что растет объем таргетированной рекламы которые люди сами делают что типа мне нужны юзеры из моего региона такого-то этого пола и возраста и все они выбирают контекст больше не нужно приходить и договариваться с локальными mail.ru щенками типа давайте короче челябинске будет мое объявление пока ты можешь сам это через систему сделать и все то есть они на самом деле укрупняются это не то что они терпят убытки а просто ну реально зачем им эти отдела если это все машины теперь делал машин бездушные роскомнадзор пригодит пригрозил заблокировать все крупнейшие торрент трекеры в новом году так в общем ребят на самом деле менее жаркая тема чем про да кстати мессенджеры руководителя роскомнадзора можно даже не называть его имя и фамилию . за ним охота слева из звездных воинам закройте уши те кто не смотрел фильм великий как там его лидер первый лидер ну пил первого ордена как-то ну вот нет снова снова это понятно а у него титул есть верховный лидер на вас руководителя роскомнадзора это верховный лидер да так вот он сказал что пообещал что российский торрент трекер будут полностью заблокированы крупнейшие то есть если ты маленький который надо идти на малейший вот но для него в общем для него он видимо выбрал несколько и сам причем выбрал да и сказал что скорее всего и к чему это ведет нас к тому что он хочет развивать культуру легального потребления то есть чтобы все бабки и в.ру что платили в роском игры просто ли ком или как а черная но все что с приставкой росгородная нормальная организация да все в принципе из раздела бизнес можно переходить к разделу разработка как-то повисло тишина я даже а перед разработкой там всегда тишина виснет первая статья из рубрики разработка называется серьезно используйте иконочные шрифты на самом деле я еще в субботу обещал к разговорам у экрана я там упомянул про эту статью приложить ссылку не приложил умышленно это кого я обманываю просто забыл но и тем не менее решил обсудить то в подкасте в этот раз и чувак пишет что вот была как-то статья тайлер стика написал сервис ли don't use icon font и здесь вот он ему ответил сервис ли use icon font ну и в той статье тайлер писал что просто иконочные шрифты тупое говно там хреновое сглаживание их нельзя разноцветно раскрашивать они не accessible то есть скринридеры их прочитать не могут никто ничего не понимает и так далее они воспринимаются как буквы но буквами не являются в общем много есть причин их не использовать надо много форматов там ttf of вов хренов там ну все все минусы короче говоря а вот автор этой статьи пишет нам бэн фрейн его зовут так пишет что вот я люблю иконочные шрифты и считаю что и в некоторых моментах нужно бы их как-то использовать ягод не горит что вам что прям вот вот идите используете а просто что бывают моменты в которые можно бы использовать и здесь у него сразу есть дисклеймер прям на желтом фоне такой типа вообще я свежи уже до хрена лет использую вот посмотрите мои супер работы там по свежи спрайтам туда-сюда типа я не то чтобы против свежи я умею типа люблю и так далее но просто хочу заступиться за иконочные шрифты вот такой дисклеймер самый первый такой аргумент типа нужна поддержка android 2.3 все опа и свежи не прокатит уже там новый свежи саппорт и туда-сюда надо older браузеры пошел поддерживать использовать иконочные шрифты правда гит если вам надо мультика лорд короче говоря разноцветные иконки то тут в иконочные шрифты по понятным чем не подходит тогда надо и свежи и пинджи фолбэк так тим фолбэк хорошо так вот то есть но к сожалению большинство его аргументов надуманные но я тем не менее по-прежнему зачитаю то есть он предпочитает думать что иконочные шрифты хорошо ресайзится один раз указал размер хоть в емах хоть время и они ресайзится вместе со всем контентом то есть ну как и шрифт это это удобно а для свежи пришлось придется писать медиа запросы там туда-сюда но сложнее чуть-чуть в этом отношении и вообще это типа не не бинарная вещь то есть или только свежи или только иконочные шрифты надо как-то вот либо то либо другое в разных случаях потом он сейчас пишет вообще-то не надо multiple форматы достаточно только ттф а если не надо старые и и еще для верности прямо в даты и райвб 64 закодировать прям css чтобы не было отдельного запроса чтобы прям все соски шрифт подгружался и все то есть типа защищает контр аргументы для тех аргументов приводит пишет иконочными шрифтами удобно работать с дизайнами дескать запаковался в иконочный шрифт подключил его хоть в иллюстратор хоть в браузер если сделал столько то там поинтов или столько-то пикселей размер шрифта он будет гарантированно одинаковые там и там типа в таких сервисах как и коммун когда ты генерируешь шрифт он одинаково круто работает и для иллюстратора и для веба так ну да так то но так ну типа в свежи то тоже для веба и для иллюстратора нормально работает то есть грубо говоря многие для и е там нужны опять же скрипты чтобы там свежи подгружался что касается аксессибилити если вы используете в юникодовском пространстве после 600 после е600 символы то скринридер будет воспринимать их просто прочит пропускать грубо говоря то есть он не будет запарывать всю строку из-за того что там непонятные символ просто будет ее пропускать можно сделать так чтобы скринридера не отваливался на иконочных шрифтах ну это еще немножечко чуть-чуть бонусов страницы рендерятся быстрее с иконочными шрифтами но он здесь прикладывает статью в которой доказано что на какие-то там миллисекунды иконочные шрифты грузится быстрее чем им лайновые свечи то есть вот решайте типа думайте сами решайте сами но ягод иногда все равно еще использую иконочные шрифты пошли вы нахеримся понятно послал всех короче статья веб-сайт layout tools компет flexbox против сюзи я не помню есть в понедельник ну то есть сегодня когда мы записываем кажется запастил ее в паблик но у меня уже склероз такой что я даже и не помню так хотел по крайней мере запастить и зал ию пишет статью а за улью чтобы вы понимали этот чувак он сначала просто про сюзи писал крутые статьи а потом его эрик сезонны который создатель сюзи да он его включил прямо типа в разработчиков то есть теперь это чувак который делает сюзи и вот он теперь нас машин магазин пишет статью типа flexbox или сюзи чужие использовать и он здесь на самом деле нам показывает что даже не надо выбирать а надо использовать их вместе друг с другом я не буду читать всю статью одну должны читать это статья причем лонг рейд на самом деле он грит там все юз кейсы какие только могут быть сайт бары хрен бары там вообще все все разные варианты рассмотрено мы рассмотрим пару-тройку просто потому что чтобы показать что они могут работать друг с другом просто потому что у нас еще есть и слушателей и на слух воспринимать а здесь див открывается тут закрывая тупо скобочка так вот первый пример контент и сайт бар 75 процентов занимает контент 25 сайт бар все представили классический блок маркап у нас одинаковые в диве 2 дива все неважно так нормально но реально есть в раппер как бы и два внутренних дива что касается flex box а нужно сделать в одном flex в другом flex basses там 75 в другом 25 процентов тупо в процентах написать и все и все было бы прикольно если бы у нас нам не нужно было отступы никакие делать то есть просто 75 25 процентов также и сюзи span 75 процентов span 25 процентов то есть в две строки мы все это делаем надо конечно еще добавить clear fix для того чтобы потом не обваливался ну все версальщики сейчас меня без слов я думаю понимают с помощью обычного микси на хоп добавляем примерно одинаково тут типа 11 а теперь давайте посложнее сделать так чтобы грид был пропорциональный и пропорциональный с либо дырки между гридом тоже были в процентах пропорциональные либо они были фиксированы по 10 пикселей здесь зрители видят как это происходит то здесь есть гифки с ресайзами слушатели просто представьте что есть у вас 10 колонок и там 12 неважно между ними дырки и при сжатии браузера эти дырки либо тоже сжимается либо сфиксированной шириной остаются так вот для сюзи это все очень легко вы пишете что 12 колонок 0 25 дырка между ними все показываете типа дебажем показываю во флексбоксе все приходится считать вручную 12 умножить на 80 пикселей плюс 11 умножить на 20 типа сколько дырки всего 1180 пикселей или если у нас там 9 колонок это 880 пикселей и нам типа вот надо бы как-то дозе и во флексбокс нам прям реально написать что контент будет 74 и запятая 57 62 71 2 процент и там 23,7 для сайт бара ну и сделаем там джисти файл контент space between чтобы дырки все сохранялись на одинаковом на одинаковой ширине всю зиму всего лишь надо написать span 9 span 3 last он автоматически нам все высчитает по по математике вся суть сюзи в том что она высчитывает за нас всю математику и нам не надо на бумажке это считать там или в уме или в компьютере неважно и самое главное мы можем это объединить и во флексбоксе когда мы флижем flex basis 74 процента мы там можем написать просто span 9 также и span 3 в сайт баре соответственно из-за нас это все интерпретируется в процент все здесь я бы хотел закончить раскладиться обсуждение там дальше все примеры с одинаковыми дырками и так далее как присоедет все будет вести все со сниппетами то есть увидите что эти две системы на самом деле не соперничают друг с другом их можно использовать вместе ну вот лично я от себя добавлю что использовать сюзи все равно как-то приятнее то есть но она быстрее удобнее и флотами все были на прям как-то она точно нигде не отвалится flex box в старых я помню тоже не очень работает туда неважно следующий у нас разработка новость разработки печки против ноу джи с это даже не новость это это не у него что это разлом сейчас будет на подкасте происходить отсюда прям сандарин я бы даже сказал так лично одна из книжек в варкрафте называется разлом ты причем сразу можно на картинку посмотреть тут две мускулы какие-то армрестлинг печки ноу джессе там именно татуировки я там чем бы там где ноу джесса надо женскую ручку дип бани холл сделала неплохо да статья оригинальная была на сайт пойнте здесь на хабре у нас перевод и на сайт пойнте видимо пройдет бани холл еще не слышали потому что хабаровская статья боя думаю они бы как-то ну да да или там было бы мускулистая рука того кто смотрит бани холл еще там наоборот бы еще больше мышцы чем в пище вы ну да ладно здесь есть несколько так скажем раундов по которым мы меряем печки ноу джесс и чтобы это получилось довольно таки беспристрастно у нас есть двое чуваков не у нас а у автор статьи вы бруно шкварц и джеймс хибборд и один был супер пички чувак а второй был супер ноу джесс чувак и он как-то комментировал вообще происходящее так мы опять же не будем сильно внедряться хотя кто хочет может стать усиленно внедрится бы здесь круто да здесь введение прям с истории печки был создан в 94 но уже с 2009 печки работает на основе веб-сервера apache lynx там лежит в основе wordpress бла-бла-бла а ноу джесс работает на собственном веб-сервере который вы пишите вместе там с роутингом и так далее но основан на джаваскрипт движке v8 от google так сейчас используется такими компаниями как microsoft yahoo linkedin и paypal это что касается ноу джесс но провор про php самое успешное да это упомянуть про wordpress который уже 25 процентов всех сайтов держит здесь а почему не говорим о си шарпи java скала бла-бла-бла хаскель потому что просто сравниваем два веб-ориентированных языка которые имеют наиболее распространяя наиболее шайя да и среди разработчик так вот быстрый старт первый раунд как быстро сможете построить hello world здесь печки выигрывает потому что достаточно качнуть какую сборку типа мамк замк или виртуал очку новогранте поставите хоп у вас уже есть печки а что касается ну и вы пишите просто эхо hello world что интерпретируется и по локал хост отвечает и для ноу джесса надо писать свой веб-сервер ну то что тоже не очень долго еще теперь хвостный импорт креет серверы консоль бог а у них скачать сборку какую-нибудь ну как сказать у них есть там экспресс фреймворк и так далее но по факту сам вот понятно именно это все равно долго что-то там настраивать и так далее в общем 10 в пользу пички так но здесь бруно пишет что печки выигрывает из-за низкого порога вхождения то скорее вопрос восприятия короче на самом деле оба чуваков они каждый раз защищают что ну типа если печки проигрывает бруно ну да печки тут чуть это но это вопрос восприятия на самом деле печки круто и тот тоже ну да но джесс конечно типа долго но на самом деле качнул т-экспресс и все прикольно ну ладно типа концептуально печки проще второй раунд помощи поддержка в том смысле что на стек оверфлоу на данный момент больше вопросов про печки с ним уже проще и сама документация на печки dotnet она прям настолько досвидосная и там что интересно в печки шин документации там даже есть в каждой статье еще комменты и там чуваки пишут вот в этой статье написали вот у меня в таком-то кейсе было не так поэтому вот я дописываю что еще бывает вот так то есть документация очень крутая что касается синтаксис а есть некоторые вопросы по печки то есть например функция каун функция стир лэнд они и то и то посчитает для длину строки на первое она нужна для массивов а вторая только для строк это уже причем нас третий раунд лучше да это третий раунд и пока 20 причем пока 20 в пользу печки да какая интрига так вот и в джаваскрипте это это . он просто метод через dot notation пишется дескать он более понятен чем php и это несмотря на все косяки джаваскрипта типа математические ошибки 0,1 плюс 0 2 будет не 0 3 а 0 3 там . 0 0 0 до хрена строка 4 плюс 2 будет строкать 42 строка 4 минус 2 будет просто 2 то есть новую есть классические проблемы с динамической типизации но почему-то предпочитают думать авторы статьи что джаваскрипт является самым непонятным языком но как только вылавливать его концепцию остальные языки становятся громоздкими по сравнению с ним помню у меня был момент еще когда вузе учился когда я прям проник в джаваскрипт мне казалось что это вообще гениально лучший язык сейчас я как-то отник от него обратно и мне он уже опять не кажется самым понятно уже не евангелист уже не евангелист к сожалению уже все и тем не менее судьи решили что 21 в пользу ноу джиэс что джаваскрипт как-то получше ну и все еще пишут что экмоскрипт 2015 много чего исправил на самом деле уместно его спара сравнивать с php несмотря на то что он еще не так сильно встал на нын четвертый раунд инструменты разработчика так обе технологии имеют хороший выбор редакторов интегрированных сред разработки отладчиков валидаторах других инструментов тут можно дать ничего но у но уже есть прекрасный инструмент npm менеджер пакетов через который уже не даже и не только к ноу джиэсу пакеты ставятся просто уже хрен собачий просто движение для терминала понятно что для этого надо ноду все равно поставить на ней крутится потому что но фактически это уже даже через npm ставят уже не только программы для веб-разработки а уже просто даже скрипты для на майке там прибрать на нем уже все пишет печки тоже есть у менеджер пакетов разработан под влиянием npm composer однако если mpn встроен по умолчанию в ноу джиэс просто поставил пакет и все готово только позе придется строить самостоятельно его подключает там включает думать как там и так далее так то есть 22 уже ничья пятый раунд среда то есть среда заработать четверг а в смысле для до разработки где могут быть используем технологии как развернуть какими платформами поддерживаются и чп можете развалить десктопные приложения или консольный утилит хотя это уже сложнее но в основном печки нужно стороне сервер редко выходит за пределы этой границы не поспоришь несколько лет назад джиэс крипт используя с консультируете исключительно для браузера то есть на клиенте приходом же ноу джиэсу можете писать десктопные мобильные приложения также может программировать и микроконтроллеры но джиэс расширил границы java script самом деле внутренняя консоль манга дебе тоже уже java скриптовая да и самого начала была то есть она уже много где используется java script по дефолту да здесь как бы 32 в пользу ноу джиэс интеграция ваши технологии разработку будет ограничиться только не могут интегрироваться с базами данных и драйверами то есть грубо говоря интеграция с другими сервисами другими звеньями цепи печки сильно в этой области просто в силу того что она много лет старая брата но но джиэс догоняет быстро хотя можете и изрядно попасть еще в найти современные компоненты для старых вещей типа там старых баз данных и так далее для мой сквейт 4 но почему-то оценки судьи по баллу добавили и печь один резать теперь 34 в пользу но уже седьмой раунд хостинг и развертывание как легко же разворачиваться новей новенький новенькие приложения с ключей причем не моя опечатка на кадре в русской на настоящем веб-сервере тут есть одна чистая победа пички любой хостинг поддерживает пички можете получить mysql по выгодной цене и но уже совсем другой зверь и он может работать на стороне сервера постоянно без разрыва связи для этого придется искать специализированные хостинги вам потребуется виртуальное облако сожалению могут позволить не все хостеры поэтому и цены будут соответствующие 44 опять опять ничья и тут начинается разгром восьмой раунд производительность и чп не сутулится внимание и есть реальные проекты варианты которые позволят печки работать быстрее даже самый требовательный разработчик печки редко беспокоится скорость обычно печки разработчик упирается в то что ждет базу но никак не то что ждет интерпретатор но производительность ноу джесс как правило еще и лучше здесь есть и как бы пункты по которым то есть во первых меньше зависимости во вторых быстрый интерпретатору ноу джесс третьих приложение работает постоянно то есть ждут через сокеты или там неважно можно использовать и на печки такое поведение но это это сложно меняется что один чувак бруно молчит а второй что-то говорит ну да то есть но это он молчит там где печки выигрывает а где производительность бруно дохрена гид что это заблуждение что все говно судей как купленный ничего не дали ажите дальше 4 что но уже событийный не блокирующий поток ввода вывода то есть по событиям все асинхронное поэтому никто не ждет никакой процесс даже если там что-то долго и хрен бы с ним пока пусть как выполнится так и произойдет обработчик этого события 9 раунд страсть программирования предпочитает думать судьи что джаваскрипт более страстный для людей что джаваскрипт делит реально сообществе есть те кто любит его и те кто ненавидят но редко кто сидит на заборе здесь такая метафора что на никто не пережил них туда не сюда кто думает это честно что она новая на данный момент ноу джесс выигрывает раунд что вот все пока страстные она печь пишу успокоившись в костюмах я у них вялый все уже не торже да так аж ты еще от пользу но уже уже 46 до 10 раунд будущее это последний до последний последний мне не особо важно какой язык вы используете на стене сервера все равно будет поражать работать даже если проект заброшен ноги продолжают использовать печки безопасная ставка ее поддержка выглядит уверенно еще 20 лет при этом мы знаем что восхождение ноу джесс было быстрым современный подход к развитию очевиден тем что использует тот же синтакси что и на клиентской стороне джаваскрипт поддержите чтим эльфа и веб-сокет и ноу джесс неизбежно отнимает долю на рынке на печки я сомневаюсь и будет бы обгонять обе технологии имеет большое будущее я заявляю этот раунд заканчивается ничего и того 57 в пользу ноу джесс бабам между прочим статье за минус овале у минус 15 общий рейтинг хотя это всего лишь перевод ну вот при этом же люди именно разбирают саму статью а там дальше глубина пошла в общем да тут комментарии на самом деле это возможно вкуснее как и задумывалась они вкуснее чем сама с чем сами сама статья поэтому посмотрите обязательно переходим дальше переходим дальше к не менее интересного чем не к таким не открывайте новости даже я щас вот для наших зрителей свечу наш слэк потому что доклад на в нашем слэке как раз написано что следующий раздел это соцки да да так вот соцки то есть про социальные сети мем кнопка прокачки 1 у нас статья в этом разделе мы как бы сейчас расслабляемся по хп против ноу джесса мы как бы бой нокаут посмотрели такой сильный как по хп вылетела на тут тоже 47 и ой шесть сколько еще 5 5 7 7 не такой уж и разгромная на самом деле согласен не просто 0 7 0 10 да поэтому я бы это не назвал избиением младенца ну ладно возвращаемся кнопки прокачки так вот кнопка прокачки надо сделать чтобы в начале декабря в социальных сетях или сетях получил распространение новый мем upgrade button кнопка прокачки так вот он как бы зародился благодаря традиции вот это и throwback thursday когда ты постишь себя стану давно еще там типа в шлиф школе и трубы xsd вот это а тут именно прокачка что ты постишь себя молодого потом кнопка прокачки и какой-то сейчас и потому мем попер 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 здесь все сначала постят себя чувак с резиной на голове вот а дальше его еще не нашел но они нашел вот он почти сразу появились и первые картинки не имеющие отношения это не презерватив это перчатка резиновая хорошо там если несколько кончиков так скажем там не один накопителя несколько так вот почти сразу появились другие картинки просто прокачка допустим гринча до халка прокачка помидорки до баха вы такая ли дженнер какой-то да бы это не мог до кайли дженнер до прокачка курочки до жареной курочки это отлично прокачка роберта дауни младших дорого до него что да уже как бы некуда вот но тут всякие прокачка ватсапа почему-то в телеграм просто еще смешно эйнштейн да просто чувак в метро сидит реально похож на эйнштейн может это он и есть собственно мы же не знаем он же умер ну как смысле там решает комментарии крастора эйнштейн жив и там вместо апгрейд я равным цикл и он довольный дальше да он смешно он дальше довольны вот сап телеграм апгрейдили маленького энакин скайуокеров дарта вейдера апгрейдили цукерберга в дурова это такой реверанс сторон дурова может быть чтобы он репостан в эту статью с тиджурна возможно но в общем прикольный мем кто не знал посмотрите следующий новостью у нас будет слайк донат стерп мы уже заценили в новом видимо в обновившемся слайке что добавили introducing to not disturb в принципе собственно не беспокой и да нет донат дистерп я сразу вспоминаю как мы работали в америке housekeeper ими и у кого-то висела на двери dnd донат дистерп и мы радостно а можно у него не убираться лох повесил когда мы работаем и мы записывали собственно что нельзя мы так и записывали что чувак попросы не беспокой на самом деле по регламенту нам надо было потом через часок вернуться проверить вдруг он там туда-сюда это да вдруг он че всегда и отдает при сашем за пять минут до того как конец рабочего дня а он дунут дистерп снял и надо быстренько убрать идеи надо бы на так вот так же можно повесить и в слайке такую штуку слайки чтобы все ваши девайсы и веб интерфейс да и веб и и программа и на майке собственно там проба да да но она на самом деле это обертка вокруг веб интерфейс чтобы они вошли в режим спокойствие так скажем жмете на колокольчик и выбираете время на которое не не чтобы вам не пушили некие уведомления причем можно круче чем колокольчик можно написать слэш dnd 20 минус просто круто открытие года сразу я какая-то один из чуваков на районе вы считаете слайки убийца стартап года подожди и не можно согласен вот такой прикол можно поставить скерил некий на 10 чтобы опять же как на телефоне я на телефоне не беспокоит ставлю с 0 0 0 до 7 утра напишите пользуетесь ли вы с лаком и пользуетесь ли вы новой фичей смотри чё круто еще что здесь после того как заканчивается там написано у вас закончился режим не беспокоит вас было 8 непрочитанных уведомлений да то есть напоминает подбивает некоторую статистику потому чем это все закончилось все можно переходить к разделу вот причем смотреть слэк бот иногда пишет что типа вот такая обращаешься к чуваку он пишет блин чувак он вот в не беспокоить режиме но если вы прям реально считаете что ему он да ты должен это увидеть но клик here to send a notification now в приват чтобы или как или или просто каким-то неважно просто хоть как вот где ты хоть ты это в общем чате ему написал собака в описании быть дыма в приват это написал то есть понятно то есть все таки можно достучаться можно но и возможно я если мне тогда сюжет я могу сукиска вот это оказала забанить на никогда у меня после этого проблемы эмоционально меня нет ни того ни того нет да переходим к новостям про wordpress не так у нас много про соцки в этот раз за гордон про который мы говорили которого уволили стрихаоса собирается на кикстартере собрать бабки на свой супер к рукой так и курс javascript мастер-класс для wordpress так короче говоря он будет рассказывать как писать супер приложение на реакте бэкбоне и ангулярия уж на на втором ангулярия на первом будем надеюсь на втором и будет говорить что типа все круто будем учиться собираем бабки ты уже отдал еще еще не было самого уведомления на самом деле я здесь открыл в следующей вкладке видос зак я не знаю стоит ли как-то его да в принципе посмотрите потому что никого музычка прикольненько ну да и он там в наушниках говорит бла-бла-бла у меня теперь домашняя студия я уже начал чуть записывать мне нравится сейчас я еду отдыхать во флориду там я буду консультироваться с чуваками они мне тоже расскажут помогут туда-сюда спасибо им я думаю все кто смотрел на 3 house и зака гордона по ностальгируют и будут обязательно подписываться смотреть на кикстартер и донатить дабы и керетели как дабы кирить хренов вспомнил здесь кстати комментарии райана карсона который сегодня хаосом приведен по поводу того скандал скандал года убрался отказался двор пресса так вот он пишет что спасибо заку за все что он сделал мы желаем только хорошие и типа ближайшем будущем там то есть ну год полгода контент будет доступен типа не бойтесь мы сейчас все удалять не будем туда-сюда так что вот следите за новостями у нас в подкасте ну или сами там подписывайтесь на зак а все это ты же уже скачался ты же уже выкачал весь трехаус ядов вида я начал кроме шуток выкачивать wordpress на 3 house и чтобы как-то это у меня сохранилось потом будем продавать когда вот я узнаю сколько мне надо денег собрать чтобы ему заплатить я столько же объявлю в цены за торрент файл на барахолке диска барахолки диски вы продавается всеми его курсами хочется здесь сказать что уже появились первые темы на реакте полностью написаны и здесь она дома это примерчик такой темы причем написано не кем попала а чуваками mail choice и келит бан и кто это от авторы например теме флаундер который у меня была на веб-сайне 100 миллиардов лет назад 2013 и они в этом этике mail choice по крайней мере вот там и то есть они грубо говоря форсит весь хайп по поводу того что надо на джаваскрипте все делать и показывают как собственно это надо делать там реально из гитхаб репозиторий с реактной темы она использует плагин vp rest api то есть здесь сказано что чтобы работала темно обставить rest api и vp api менюс так то есть попробуйте напишите в комментариях как вам быстро не быстро прикольно я прям даже достаточно оптимистичен но я в любом случае жду пока меня зак научит всему всему что я обязан в работе я обязан ему очень круто учит automatic выпустил приложение wordpress com desktop для windows наконец-то был только для мака теперь для windows калипсо о котором мы говорим ничего нового та же хреновина только на windows и джефф на самом деле он же wordpress ой фу господи windows guy wordpress guy да и он ведь типа я у себя запустил на винде 764 бита работает до сих пор даже семерки не обновился дурачок да новый плагин hooker называется прям так hooker hooker да они специально от слова hooker то есть и крючки которые в wordpress это одна из основных таких функциональных составляющих экшены и фильтры они хуками называются в общем это места на которые вы можете повесить колбеки функциональные это практически ивенты в джаваскрипте только там ты можешь ну как бы ивент он может быть а синхронным после там нажатия чего-то и так далее после взаимодействия здесь ивент это просто грубо говоря есть сценарий в каком порядке страницы грузится и по порядку файлица эти колбеки то есть это не ивенты а просто моменты паре в порядке которых выполняется коды так скажем и код плагин показывает вам в каких частях вашей темы какие экшены пока выполняются не сразу напоминает плагин genesis hook guy потом он для фреймворка genesis в котором можно прям посмотреть тоже у genesis очень много кастомных хуков ну кроме дефолт на и там тоже показывается где какие хуки включаются у genesis посмотрите здесь у них есть официальные страницы качники гляньте прикольно так круто ну и давай перейдем к нашему на самом деле уже почти два часа в эфире не 2 мы час сорок но надо последняя новость у нас одной строкой но это на самом деле троллинг по поводу одной строки потому что это можно целый подкаст посвятить мы не будем не пугайтесь но тем не менее ты имеешь ввиду мы опустим наш раздел корпорации и сего я забыл про него это же не открыл просто так что не будем опускать я просто да да так вот у нас есть еще раздел корпорации сиода на самом деле он тоже такой он как бы звонкий хлестки но небольшой google to begin to index htps pages first before htp pages when possible я вклинись чуть до этого у нас было эгрид first дизайн тут htps first google вы так вот google будет индексировать сначала htps сайты а потом все-таки htp ну хотя бы индексировать индексирует я думал показывать нет нет хотя бы индексировать но в принципе я думаю те чуваки которые вот так сидят знаешь переминаются когда когда блин когда проиндексирует меня они будут это девочки без они будут как бы поведутся на этот прикол но знаешь нас в чатике иногда пишут кейсы что вот яндекс новый сайт индексирует два месяца google за один день то есть он и так довольно таки быстро а если ты еще и на себе за но видимо еще знаешь часто же почему нужна скорость потому что уже настолько у тебя фармят контент что когда он у тебя выходит кто-то его сразу парсит кладет к себе у него быстрее индексирует и тебя пессимизирует за то что тебя типа дублик сырующий контент хотя фактически ты его выложил раньше ну да но я думаю огромные какие-нибудь новостные сайты за это очень сильно парятся но и делают еще без загрузки само собой search engine line между прочим нам это поведал статью не хрен собачий ну и тут написаны в принципе и другие пункты по которым ваш сайт должен соответствовать требованиям гугла то есть чтобы он не ссылался на и степи страницы какие-то там внутри каноникал link чтобы не были чтобы не было таких далее редиректов да и чтобы в робост текст и тупо не было ничего заблочено все нормально было ну вот в общем почитайте чтобы тело сертификат у вас было у нас эти тело сертификат как ну ты тел с это протокол а стел с 1 2 и 3 по 1 2 1 у нас все нормально то есть мыши быстро бренды нас все быстро индексируется отлично вот такая новость переходим к следующей новости ошибки 451 стандарт и степени видео не весь официально имеется это просто выйти до вида официально включили код для заблокированных страниц код на код этот код 450 451 будет показывать нам стране на страницах показываться на на страницах которые заблокированы официально то есть допустим роскомнадзором так в чем суть в том что и фактически сервер реально будет возвращать код читать читать записано в логах были дамы про не просто бы видеть там 404 да вот ошибка была будет ошибка серый 451 они там обусловливают тем что это взяты из книги рэй брэдбэй 451 градус по фаренгейту рассказывающему об ал антиутопическом общество где все книги которые заставляют задуматься жизни подлежат сожжению то есть они еще блин да чтоб прям никто не узнал ничего и вот эта страница она тоже подлежит сожжение она заблокирована да однако видимо потому что она заставляет задуматься однако некоторые сайты жесткие с детским порно и так далее будут все еще показываться 404 и навсегда почему потому что чтобы вообще не было понятно о чем страница то есть они заблокированы да что-то а тут ничего не было проходите здесь не лучше смотреть американским да 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 чтобы ты даже через тор не хотел туда суваться да потому что 351 ты захочешь через торт да я теперь все 404 буду прием меня вот следующая новость последняя в нашем разделе корпорации сего яндекс но такое не подписывается так я на такое не подписываюсь написано в заголовке так вот с новой системой protect который находится в яндекс браузере мы тоже кстати об этом рассказывать что там в яндексе типа он обновился или сразу же был я не помню этот protect короче он защищает вас собственно от того чтобы потратить денежки на телефоне то есть мобильный protect так скажем это хитрая штука так рассказывал точнее в веб-странице с платными подписками довольно хитрая штука на самом деле короче многие сайты которые заставляют тебя заплатить за что не за музыку там за фильмы они могут тебя еще подписать на телефоне на чё-нибудь на анекдоты на рассылку и это спокойно происходит беспалево не нужно ничего accept ничего просто ничего даже нажимать не надо просто подписываешься с телефона и у тебя уже ты подписан на несколько сервисов там на каких-нибудь гороскопах опять вот в этом protect и в яндекс браузере в мобильном тебе будет предупреждение всплывать обязательно на таком-то сайте могут быть списаны деньги с мобильного счета да и ты уже говоришь или да хочу гороскопы или нет не хочу и и так далее то есть это вообще крутая тем я кстати не знаю что есть и такие гады которые у тебя деньги снимают прям со счету ну ты посмотри там вещь всякие просмотра фильмов она и смотреть а вот ты же это не хорошее да и поэтому но кстати говоря надо отметить что билайн и не реклама в приложении можно посмотреть на какие-то сервисы подписан да и отключить даже отключить там контролируется легко и детализация у них даже есть виджет на ios для центра уведомления чтоб там всегда был баланс если ты в один прекрасное утро в один прекрасное утро с ключи опять же свайпнул снизу точнее сверху вниз и такой блин а что ты у меня на 100 рублей меньше чем вчера сразу же в приложении отключился и хотя бы больше не потратил не рекламу предупреждение платных подписках уже есть в яндекс браузер для ios windows и ост-н а также в бета-версии браузера для android мы обязательно банк в обычный яндекс браузер для android но это произойдет чуть позже подробнее читайте в блоге яндекса на хабро хабри то есть там видимо уже техническая реализация как алгоритмы работает как бобок любит надо умная что-то написано чок последней теме которая падение объемов розничной торговли произошло в все рекорды 2009 догонять девяносто восьмой о ужас о-о-о ужас да как сказано в записке райфайзенбанка не реклама сокращение оборота розничной торговли в ноябре ускорилась до минус 13 процентов против минус 11 17 в октябре чё это значит поясни просто нам простым сокращение оборота розничной торговли меньше люди стали покупать в розницу просто помидоры огурцы там стали покупать ты подумаешь а нет я думаю просто перестали покупать потому что экономят так бабки не резиновые подобного снижения потребления не было даже 2009 последний раз такими темпами оборот розничной торговли падал только в 99 основное ухудшение приходит приходится на непродовольственный сегмент у нас к не продовольствие скоро продовольствие начнется у нас просто такой график страшный очень там внизу пошла вообще досвидос да там хоть какой-то плюс был но после января пятнадцатого года когда был резкий плюс там доллар просто отмок обратно со 100 до до 60 все начали покупать пять процентов вырос так и так с января неуклонно валится 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 летом был на уровне примерно видимо все как-то чё ты это и прогноз был минус один с половиной а фактически же минус 13 и 1 это ужас кроме того возобновился рост безработицы оставаясь долгое время на экор на низком уровне сначала повысили до 424 25 миллионов человек пять с половиной процентов так а теперь 4 4 5 8 процентов ноября по предварительным оценкам в этот период существенно росла и скрытая безработица не знаю что к скрытая безработица знаю только что такое скрытая угроза от левый эпизод звездных войн так но тем не менее в общем в жопу катимся господа ну как быть будем я не знаю даже и покупать все в розницу статистику выпрямлять как ну да правда она неизбежно потом опять упадет уже бабки то кончатся но на этой позитивной ноте до оптимизм блок оптимизма заканчивается у нас подкасте и вот никита посмотри на обойку так но я в принципе посмотрел как благородные животные мистично ну она более оптимистично чем последняя наша статья а вот смотри здесь между прочим два самца и порядка десяти самочек это еще более позитивные это вообще позитивно и оптимистично это две наши новости про разработку на фоне всех остальных про дизайн пички но уже здесь впереди себя бежит думаешь наши статьи про разработку осеменят эти статьи про дизайн и и наконец-то наполни выойдет конечно потому что как выродок full stack full stack этих да ты имеешь ввиду что осеменят разработчики дизайнер да и родятся наконец-то full stack-разработчики которые все могут сразу да и будут инвестировать там дубль гис развивать и так точно блин еще оптимистично смеем у нас то сейчас график наверх прям у нас взлет я не знаю как там в перископе хоть один кто-нибудь еще смотрит девятнадцать человек еще смотрит ахренеть спасибо чуваки что смотрите это был подкаст дизайн мы были в эфире час пятьдесят да где то тогда час пятьдесят две подписывайтесь на канал ставьте лайки рассказывайте друзьям подписывайтесь на соц сетях в контакте в твиттере в инстаграме в фейсбуке так в google плюсе ставьте нам отзывы на itunes и пишите фу ставьте звездочки пишите отзывы рейтен subscribe обычно говорят зарубежный подкастер следующей неделе встретимся с вами последний раз в уходящем году я не знаю у нас будет наверно меньше таких тем которые прямо на повестке дня итоги уже более-менее подвели парочку тем разберем будем за жизнь разговаривать скорее всего возможно к нам присоединиться еще один гость саня ефремов который начинал с нами этот подкаст а я кстати думал нам надо заново прощаться теперь с именами забывать стали кто мы такие обезличились да я буду конечно с вами был никита тарасов и александр гончарова всем пока пока